ПОТАПИНКА БУДЕТ Юрий, да наушники вам не нужны, не ломайте их, я их сам доломаю Дима, как настоящий аудиофил и любитель музыки, я так понимаю, Юрий вооружился наушниками Не надо ломать Ну что? Доброе утро Доброе утро Юрий, вы подожгли? Нет, она сама, она утонула, она загорелась Понятно, так, то есть церковь не вы? Церковь не я Хорошо, а у меня было, напомню, что мы обсуждали Мне нравится, как быстро мы решили этот вопрос Собрыкин не виноват Вот это еще пока недоказуемо, знаешь, он пока просто отмекивается, отбрыкивается Мне вот кажется поначалу этого эфира, что я еще не полностью оправдан Потому что Дмитрий начал как настоящий следователь А ну-ка наушники не ломайте Руки, руки на стол Виноваты? Нет Вот явно это только начало следственной процедуры У меня было два таких Специально два Посыла для размышлений Посыл первый Нотр-Дам-де-Пари Не всегда был тем символом Который мы себе знаем Когда-то это была Не самый известный Скажем так Не самый известный храм Если бы не Виктор Гюго, может быть бы Поскольку мы с Мари тут Периодически вспоминаем, что обсуждалось Когда-то очень давно В том числе и даже в конце концов Могло произойти, что его снесли бы Это могло произойти Храмы регулярно горят Это происходит Московский Кремль Восстановлен не По тем лекалам, которые он был Вот у меня было два посыла Первый посыл Можно сделать по-простому Скажем так Восстановить его По тем воспоминаниям По тем проектам, которые есть Первый посыл И посыл второй Может быть Как размышление Взять тех людей Архитекторов Которые, скажем так Больны готикой И эту готику чувствуют И дать им возможность Внести вот Скажем Новое вино В старые мяхи Вот на ваш взгляд Как бы вы поступили Ну я боюсь Нас не будут спрашивать Когда будут Нет, естественно 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 Мы вообще обсуждаем Я Почему этот вопрос Задал нашим радиослушателям Потому что у нас Очень много своих Храмов горит Там Мой коллега Алексей Милованов Вот он В Кёнигсберге Сегодня пост опубликовал Что Простите У нас огромное количество Кирх Было разобрано нами же Да, абсолютно То бишь мы В Кёнигсберге Взяв этот город Освоив его Просто разнесли его Извините На кирпичи И конечно Стена не о том Что сгорел храм Прекрасный И желание помочь Французам Тоже прекрасно Но это вот как раз Из разряда Вместо ежедневной работы О том Чтобы дети Получали Нормальную помощь Мы там Как обычно СМС Соберем Давайте на Ноттердам Депари Вот я За первый случай Когда лучше С девяти до шести Чем порвать рубашку На себе Вот Поэтому Как к размышлению Старый Лекало Или новые Архитектурные Дополнения Смотрите По-моему Это зависит Даже не от того Предпочитаем мы Старый или новый От того Какое у нас есть В социальном смысле Сейчас Окно возможностей Для того Чтобы там Что-то менять Например В девятнадцатом веке Когда Действительно Собор Был Более-менее В руинах Там Такая свобода Была Потому что Ну Грубо говоря Потому что Не было туризма Потому что Не было средств Массовой информации Потому что Не было Такого производства Образов Потому что Мы сидя Вот сейчас В Москве Может быть Не в радиостудии А в каком-нибудь Салоне В лучшем случае Если предположить Что мы аристократы Что тоже не факт Мы бы просто Не знали Наверное Как выглядит Нотр-Дам-де-Пари Потому что Нам этого Никто не показывал Может быть Случайно Мы бы увидели Какую-то гравюру И нам В общем Было все равно По каким лекалам Его восстанавливать И именно поэтому Многое из того Что сейчас Кажется нам Абсолютно Неотъемлемой Частью этого собора Было придумано Архитектором Виолеле Дюком В 19 веке Статуи апостолов Которые Как выяснилось Счастливо Были сняты Перед началом Ремонта С фасада И Вот эти Невероятные розы Круглые Витражные окна И И много чего еще Это действительно Вот как вы предлагаете Это более поздняя фантазия Архитектора Больного готикой Больного в хорошем смысле слова И Эта фантазия Оказалась удачной Она была принята Мы уже не понимаем Что там Из-за 12 века Что из 16 Что из 19 Для нас Это часть Одного и того же Открыточного образа Но Этот образ уже существует Как Как говорится Миллионы фанатов Элвиса Не могут ошибаться Миллионы людей Которые хотят Видеть именно Этот силуэт И именно его Считают Символом Христианской цивилизации Франции Европы Вечности Чего угодно Он для них Нагружен Огромным смыслом Ну и просто Он присутствует На их фотографиях Когда они ездили В Париж На медовый месяц И они хотят Именно такой Вот И я боюсь Что эта коллективная воля Она Оставляет Для архитектора Довольно мало Пространство Ну и про сути дела Нужно сделать Как при дедушке Даже Зная Что дедушка В общем Все это нафантазировал Относительно недавно В историческом смысле Да Именно вот В этом В этом-то и прикол Что Это-то все Вот-вот За углом было Если посмотреть Да И например Представим себе Ну не дай бог Вот случись Что сейчас с Кремлем Для нас Довольно слабым Утешением Будет знание о том Что когда-то Он был белокаменный А когда-то Уже когда его построил Феораванси Он не всегда был Такой красно-кирпичный Не всегда был Ровно такой же Вот как сейчас Даже не важно Звезды там Или орлы Он просто был Немного другой Он не всегда был Как при дедушке Ленине Да И не всегда был Как при дедушке Ленине Вообще все это Перекрашивали многократно Но Вот То Как он выглядел Там 200 400 Или 600 лет назад Знали Немногочисленные Свидетели А вот этот красно-каменный Красно-кирпичный Ленинский Кремль Знают Миллиарды людей Во всем мире И они хотят Именно такой Даже если он Вдруг сгорит Да Кто там Сидит Извините Я постучу На всякий случай Интересно Относится ли это К Мавзолею Как таковому Как к памятнику Архитектуры Имеется ввиду Он вообще В исторической Перспективе Вообще Вот только что Был возведен Мавзолею По-моему Нет Потому что Он конечно Не символ Традиции Не символ Вечности А он в некотором Роде символ Слома Этой традиции И в зависимости От того Как ты к этому Слому Сейчас относишься Ты и Будешь решать Судьбу Мавзолея Я бы сказал Что В его Судьбе К сожалению Ничто не Предрешено Хотя по-моему Это Ну вот мне сложно Представить Красную площадь Без могилы Ленина Без захоронений Просто А без Мавзолея Сложно А если бы лет 40 назад Была бы Эта же дискуссия Я думаю Что Мы бы уже уехали Сейчас Даже если бы Она была Не в радиоэфире Мы бы уже уехали Сейчас Как раз проводить Следственные действия Да И восстанавливать И восстанавливать Самостоятельно Я думаю Чтобы строить Хорошо Вот разговор о фильме Братство Который Я так понимаю Еще никто не видел Видимо Говорят С какой С какой С какой Сторон Ну По крайней Мере Об этом Об этом Много Говорят И у меня Такое ощущение Что может быть Это пиар Компания В духе Матильды Не может быть Такого Вы знаете Мне не кажется Что у Матильды Это была именно Пиар Компания Нет Ну давайте 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 Все закончилось Хорошо Создадим Конспирологическую Версию Что Наталья Поклонская Просто была На проценте Красивая же Версия Я видел Не лично Но На всяких Видео Режиссеру Учителя Мне не кажется Что Грубо говоря Заказчиком был он Или он был Как-то этому рад Или что он был Я был на прямой Линии президента У меня учитель Сидел На ряде Как раз Передо мной И после того Как закончилось Официальное Соответственно Общение с президентом Они общались Отдельно Я так как раз Понимаю Что Это моя фантазия Что это была Такая вот Пиар акция Потому что я В тот момент Это было все Очень обострено И было очень Очень жестко Все было очень серьезно И непонятно Чем Могло закончиться И допустим Ну я могу себе Еще представить Что Наталья Поклонская Действительно Могла бы сыграть роль В чьей-то игре Но что вот этот человек В Екатеринбурге Который поделся Со взрывчаткой На грузовике Взрывать какой-то Торговый центр Что он был тоже Заряжен Да Вот это Это у меня не очень Укладывается в голове Эта компания Она Ну как бы Она опасна тем Что она Будет в людях Разные Ну так сказать Чувства Очень сильные И Заставляет их Совершать разные Необдуманные действия И ты никогда Не можешь проконтролировать Какие Кстати Афганцы тоже Народ горячий Ну да Юрий Но вообще В целом Вот такое Скажем Как это говорил При советской власти Литование Таким образом Через государственную думу Вообще Насколько это допустимо Потому что Честно говоря С 450 Так называемых Народных избранников С очень Специфическими Вкусами Как мне кажется Это вообще Не Место Которое Может принять Решение Они У них функция Другая Законодательная Которые должны Принимать решение О том Выпускать что-то В свет Или не выпускать Может быть Знаете Мне бы хотелось Выразиться Более изящной Найти какую-то Красивую формулировку Но У меня даже Не хватает На это силы Это полный бред Это просто Полный бред Я бы сказал Что И Министерство культуры Я не очень понимаю На каком основании Оно может решать Что выпускать В прокат А что А что нет Ну как бы Если фильм Снят Если он Как в случае Там Лунгина и Матильда Это было Еще и снят С Государственными Деньгами Насколько Там есть Бюджетные Деньги Вы уже Одобрили Вы уже Сказали Давайте Ребята Вот вам Зеленая улица Пожалуйста Вперед Чего сейчас Как бы Вовы сорвать А что касается Думы Ну Простите Это 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 Полнейший Абсурд Это Полнейший Абсурд Это Это Противоречит Всем законам Здравому Смыслу Чему угодно Ну Это просто Не 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 Их Дело Но Самое Неприятное В этой Истории Это то Что Конечно Ну вот Каждый Отдельный Депутат Думы Который Сейчас Просыпается С мыслью О том Ну как бы Запретить Ему Фильм Братства Или разрешить И считает Что он Абсолютно Вправе Это Делать Он Конечно Следует В логике Которая Установилась В последние Годы Вот В этой Логике Оскорбленных Чувств Когда Ты Ну вот Ты Считающий Себя Хранителем Не знаю Государства Каких-то Его ценностей Нравственности Духовности Информационной Безопасности Как это Сейчас Принято Говорить Ты Вот так Как будто Прожектором Вводишь По сторонам И сканируешь Небосвод Вот в поисках Вражеского Самолета Чтобы Долбануть По нему Зимиткой И конечно Если этот Прожектор Есть То он Обязательно Самолет Этот Найдет Не найдет Примет За него Птицу Изобретет Запустит Сам Не важно Что Но тут Еще И вторая Часть Есть Одни Оскорбленные Чувства Более важны Чем другие Оскорбленные Чувства Как это Было У Джерджа Уруэла Одни Равнее Скажите А мы Сегодня Обсуждая Натердам Депари Мы не Оскорбляем Чьи-то Чувства Мы Условно Из православной Страны Обсуждаем Католиков Будет ли Возбуждено Уголовное Дело В отношении Нас Во Франции Как оскорбивших Вот вы смеетесь А вспомните Два года Да какой тут смех Художник Полистский Жег Собранную Из деревяшек Соломы Копию Готического Храма Из соломы Так Там Натуральным образом На него Ну Как это часто бывает Неделю нападали Потом все забыли Но неделю на него Нападали За то что он Оскорбил Религиозные чувства За то что он Растоптал Там Все святое Для всех верующих И так далее И так далее Юрий я даже думаю Сегодня ему это припомнят В очередной раз Что Не он ли это сделал Сначала мы это сделали А теперь вот Навлекли Таким образом Мы жгли собора Еще когда это было не модно Извините Так вот Если есть желание Обидеться То конечно То что тебя обижает Ты обязательно найдешь Вот И мне кажется Что наши Государевы мужи Они В последние годы Ну или люди Которые считают Что они стоят На страже Интересов Что они в последние годы Действуют Именно В этой логике Я их называю Люди ошибочно Называющие себя власть Именно так Это Можете списать Это на меня Это мой подход Ну не будет Фильма братства Значит будет Какой-нибудь другой фильм Не про афганцев Так про спортсменов Про космонавтов Про баскетболистов Где обязательно Что-нибудь покажут Не так И это ужасно Обидит Всех людей Вот так что Ну вот просто Вот кушать не могу Такую личную неприязнь Испытываю К потерпевшему Что Необходимо Обязательно Будет Вот эти оскорбленные чувства Во что-то Воплотить Запретить Это кино Ну как бы Не давать больше денег Режиссеру Выгнать писателей Из страны Вот из страны идеально Да Юрий У вас же дети есть Да Конечно Вот Мне тоже дети Четверо А скажите На ваш взгляд Уже как человека Все-таки Чуть-чуть больше Разбирающийся в искусстве Зачем ставятся Циферки Плюс 16 18 Плюс 6 Плюс 0 И все остальное Потому что Это придумали Те же самые депутаты Которые Сейчас будут Разрешать Фильм братства И это было Относительно недавно Не во времена Строительства Нотрудам до пари Это было Года 3-4 назад Когда придумали Возрастную маркировку Произведения искусства Вот И А не бред ли это? Ну Слушайте С одной стороны Не бред Потому что Действительно Рейтинги Возрастные рейтинги Существуют В самых-самых Разных странах мира Вот И Идя в кино Например Ты как родитель В общем Благодаря этим рейтингам Ты понимаешь Вот что там будет Там будет какое-то Кровавое скотоложество Или там Ну в общем Будут какие-то Сцены насилия И можно С ребенком Пойти за руку Ну там Закрыть ему глаза Где-то Или объяснить ему Что Что вот Так поступать Нехорошо Машинка Я сразу вспомнил Красавица и чудовище Я вспомнила Босха После того Как вы сказали Вот кровавое скотоложество Это как раз Про культуру Босха это понимаете Коллеги Босха это элементарно А вы же Вы же помните Что на красавице и чудовище Плюс 16 плюс стоит Нет не помню Ах вы не помните Я тоже А вы даже не знаете А между прочим Но там был поцелуй Нет Там были гомосексуальные связи Ужас какой Вы просто простите Вот наберут по объявлению А потом Я даже не буду спрашивать Кого с кем Там Ты знаешь Дело все в том Что я на этом фильме Был со своими детьми И только потом Посмотрев на рейтинг Я начал Вспоминать Думаю Где же тот элемент Который Навлек 16 плюс А я детей повел Ну в общем Развратил я детей Ну вот Я бы Вы просто пропустили Семейная драма 40 лет назад Вас тоже в этот момент Вы уже повезли Наследственные действия Да это я уж Так вот Рейтинги Это рекомендательная вещь Они служат для того Чтобы родитель понимал На что он идет Во всех смыслах Этого выражения У нас Все это немного Приобретает Ну такое вот Как часто бывает В последние годы Какое-то такое Репрессивно Репрессивное Завихрение Да Когда Во-первых Понятия Ну там Насилия Или сексуальных сцен Или Вот чего-то Что нельзя видеть детям И чего-то Что нельзя видеть людям Вообще Они предельно Расширяются Я думаю сейчас Что многие Мультфильмы Из нашего детства Сейчас не прошли бы Эту маркировку Потому что Возьмем например Кота Леопольда Что там вытворяют Мыши Это страшно Это сцены Насилия Расчлененка Какие-то пытки Убийства Садизм И так далее Это детям смотреть Нельзя Ну погоди Голубой щенок Я уж тогда Ну Да Вот Красавицы Чудовища Некоторым не нравится А тут такое Открытым текстом Вот И Вот сейчас Вот это стремление Докопаться До До мышей До всех мышей Которые совершают Какие-то противоправные Действия на экране Оно Зашкалило За За все Границы Перешло все Перешло все границы Зашкалило за все пределы Фильм Братство Ну вот Что там Может быть Такого К чему там Сейчас предъявляются Претензии К тому что Солдаты На Афганской войне Выпивают Выпивают Курят Курят траву И Мародерствуют Мародерствуют Ну то есть да Отбирают У У мирных Или немирных Жителей Какие-то вещи Имущества Да Что из этого Мы Не знали Это С точки зрения Того что я читал Это показывает В негативном свете Патриотическое Соответственно Патриотическое Исполнение Национального долга Как же он назывался Господи Уже забываю текст Вот я же поумнел Его помнил Сам же писал заявление На службу в Афганистан Да послушайте Но есть Агитационные ролики Или рекламные ролики Призывающие людей Записываться в армию Там действительно Им такого не показывают А есть кино про войну И в этом кино Вот сейчас вышел Апокалипсис сегодня В повторный прокат Спустя все те же 40 лет после премьеры Его вновь Показывают в России В кинотеатрах Вот реставрированном виде Как там представлено Американским режиссером Моральный облик Американской армии Выполняющий свой Интернациональный долг В Вьетнаме Вот интернациональный долг Вспомнил Да-да-да Да Копполу за это просто Я не знаю что нужно Казнить Да Как минимум Не то что не показывать Этот фильм Никому и никогда А просто Расчленить его Меж тем Это признанный В том числе и в Америке В том числе и в момент выхода Непревзойденный шедевр Мировой кинематографии Юль А может быть это такой Один из лучших фильмов В войне Может быть это такой метод Воспитания Может быть это правильный Метод воспитания От противного Ну мы будем Соответственно стандартизировать Подрастающие поколения Показывать ему Только героическую часть Соответственно в том числе И военных действий Не будем А если мы покажем ему Вот это мародерство Курение Наши И там Сексуальное насилие Над мирными жителями Это неправильно Воспитает нашу молодежь А вот когда мы покажем Что надо быть Грудь вперед Такой румяный парень В берете Красиво шагает В орденах С автоматом Калашникова Несет доброе Светлое Вечное Исполняет Интернациональный долг На территории Сопредельных Территорий Ну вот таких фильмов Если понавыпускать У нас будет Подрастающее поколение Воспитанное В духе Патриотизма Может быть Так надо Подрезать Культурку Может быть Художники Неверно Отражают И вот Всякие извращения Неправильно Показывают Ну последний раз По моему В отечественной Киноиндустрии Этот подход Был применен В 39-40 Году И Фильмы Если завтра Война И Артиллерист Сталин дал приказ И все такое прочее Фильмы о том Как мы легко И весело И непринужденно Побеждаем врага Дурного Причем Ну дурного Какого-то глупого Никчемного врага Вот наши танки Просто скачут Через рвы И эти самые И эти самые И какие-то Валы И давят Вот этого Нелепого Глупого Какого-то Корявого Косого Врага Этот подход Вполне Применим Ну вот Он же был Когда-то Применим Но мы Из истории Понимаем Что этот подход Можно применить И нужно применить Когда страна Готовится к большой войне Вот просто Между этими Двумя вещами Есть прямая Логическая связь Если ты начинаешь Снимать Агитационные фильмы Как это было В России В 39-м году Или в Германии В 30-е годы Это значит Что страна Готовится к большой войне Больше это Незачем и никогда Не нужно Еще есть один вопрос На чьи деньги Снят фильм Давайте скажем так Если режиссер Снимает на свои деньги Находит инвестиции То почему он Не имеет права Это показывать Мне кажется Претензия может быть Если фильм снят На государственные деньги Если нет То тогда Эту претензию Надо снимать Минуточку А вот тут Извините Извините Я с тобой поспорю Мария Прости Государственные Это деньги налогоплательщиков И Вы же фильм Крым небось Не смотрели Небось Не смотрела Видела трейлер Пришла в дикий Страх и трепет Я например Нет Извините Вот это Надо смотреть На это надо ходить Потому что Чтобы понимать Что и для чего Снимается Я Вот империатив Что это Псевдо государственные деньги Категорически не верят Это твои деньги И ты не заказывал это Я бы сказала Мой посыл был такой Я сам снимаю Сам оплачиваю Сам показываю Извините пожалуйста Ко второму Хотя бы могут быть Какие-то претензии Я сам Это Владимир Мединский Это деньги Владимира Мединского С которыми они статят Деньги Владимира Мединского А вот я и хотела спросить На чьи деньги снят фильм Почему личный вкус Одного, двух Или трех человек Должен решать Какие фильмы снимать Даже если они являются Временными распорядителями Государственных денег А завтра будут другие С другими вкусами И что Не должен Но по крайней мере Я могу понять Что спросили Вот мы вам дали деньги Покажите фильм Здесь я еще хоть как-то Могу понять логику Если деньги не государственные Я вообще не могу ее понять Слушайте Логика на самом деле Ну вот такая логика Была на моей памяти Только с Левиафаном Звягинцева Когда действительно Звягинцев снял что-то Что не понравилось Лично распорядителям Этих государственных денег Во всех остальных случаях Распорядители дают деньги Режиссеры Что-то снимают Дальше вокруг Начинается какой-то шум Вот создаваемый теми людьми Которые ищут На что обидятся И без сомнения Это находят Вот и под воздействием Этого шума Распорядители Государственных денег Начинают сразу Отыгрывать назад И говорить Слушайте Ну что-то как-то В общем Вы что-то не то Наснимали Давайте мы Может быть Премьеру подвинем Или как-то вот Или вообще Отложим все это На полгода И потом как-нибудь Тихо Чтобы не привлекать Ничего внимания Ну то есть Распорядители Сами Не хотят брать На себя Ответственность За то Чем они там Нараспоряжались Выглядит все это так Ну что ж Тогда давайте Это обсудим В следующей части У нас Поскольку большое количество Еще Художественных новостей Мы как раз С Юрием Это и Как говорится Постараемся вас подвести Не переключайтесь Ну что мы продолжаем У меня в гостях По-прежнему руководитель Проекта полка Георгий Сопрыкин И мы говорим О государственных Деньгах Итак Да я вот два слова Еще хотела сказать По поводу того Что там Государство хочет Создавать Патриотические Произведения Вот Когда мы Протестуем Против всех этих Запретов То Я четко понимаю Что у многих Наших слушателей Сейчас это считывается Однозначно Что вот Сидят тут либералы Хотят уничтожить Все патриотическое Все Махровые либералы Самые да Светлые Светлые чувства Любви к родине И Благодарности Ее защитникам И насадить Вот эту свою Ужасную гомосятину Значит Я Совершенно не против Патриотических чувств И сам их Очень часто испытываю И Я не против Патриотических чувств В кино И Я Прекрасно Себя представляю Фильм Про тот же Самый Ну не знаю Там Афганистан Который снял бы Пол Верховен Когда Пол Верховен Снимает Звездный десант Ты проникаешься Такими патриотическими Чувствами В борьбе с жуками Вот этими Космическими Марсианскими Ты так этих Марсианских жуков Ненавидишь Ты хочешь взять в руки Автомат И пойти их стрелять Вот Это было бы Реальное Эмоционально Заряженное Талантливое Жесткое Патриотическое Кино Но Вы тут вспоминали Фильм Крым Да Ну то есть Вот у людей Которые Занимаются Культурной Политикой Очень часто Есть представление О том Что есть Некоторые идеи И эти идеи Надо просто Вот переложить Из головы Ну я не знаю Там Чиновников В головы зрителей Припосредстве Режиссера Вот Но Совершенно Забывается Вот этот момент Собственно Таланта Мастерства Художественности Которые есть Фильм Пропагандирует Правильные Патриотические идеи Но делает это Таким образом Что просто Никто не идет смотреть И что тогда Тогда надо Ограничить Показ Зарубежного Кино Все очень просто И поставить Квоту Чтобы Не более Шести Не более Сорока Процентов Фильмов Кинотеатрах Было Иностранного Развращенного Гомосятина Голливуда И тогда люди От безысходности Пойдут смотреть Топорно сделанное Кино с правильными идеями Нет Люди от безысходности Подпишутся на Нетфликс И отнесут свою денежку Ему А для этого Надо ввести Суверенный интернет Правильно Все Как все вообще Вы все правильно Говорите Вы плохо Вы ничего Не понимаете В редакционной Политике Я же говорю Очень легко Человека Загнать В правильное русло Я так подумала От кино Мы тогда перейдем К цензуре книг Ну например Юрий занимается Полкой Это такой Образовательный проект Важные произведения Русской литературы И так далее Ну вот Останется только Вот эта полочка Важных произведений А что значит важные произведения Между прочим Достоевского Под нож Он там со своей Старухой Прочесенщицей Что там носился Это что Неуважение При отдаче кредита Такого не должно быть Вот просто В топку Какое произведение Не возьми Александра Сергеевича Пушкина Так вообще Пошляк Куда его Где какая полка Там от полки Только собрание Сочинений Владимира Ильича И Леонида Ильича Остаются Лучшие избранные речи Книги спасают одно То что их мало читают Вот это и повезло Да Вот этот Упадок Книжной культуры О котором Мы часто Переживаем О котором Мы сокрушаемся Докаданцы Да В некотором роде Выводит книги Из-под вот этого Государственного удара Это не кино Или не телевизор Видение Которое действительно Там распоряжается Умами миллионов Если бы У любой Новой Отечественной книги Была бы Или у Достоевского Или у Пушкина Была сегодня Та же аудитория Что у фильма Балканский рубеж Например Это сразу стало бы интересно Интересно было бы Это регулировать И смотреть там А что там В новом романе Гузель Яхиной Правильно ли отражена Роль Историческая роль Коммунистической партии Которая руководила Борьбой советского народа Вот кстати да И так далее И тому подобное Но Гузель Яхин И все остальные Счастливо Может писать Все что угодно Пока ее не экранизируют А потом уже Начинаются вопросы Ну вот кстати Роман про Зулейху Сейчас как раз Экранизируют И будет И будет сериал И вот это Что называется Интересное кино Потому что Ну При прочих равных Это все равно Роман О чудовищных Преступлениях Сталинизма Даже несмотря на то Что героиня Пережив все это Все это дело Она Все эти Убийства Лишения Чудовищной трудности И так далее Все равно там Автор приходит к тому Что И в этой Ситуации И в этих условиях Можно найти свою любовь И зажить счастливо Интересная история Извините Остапа понесло Интересная история Произошла Вспоминая Афганскую войну С романом Алексея Иванова Ненасти Который Тоже В общем Ну Мягко говоря Не Не самое Патриотическое Такое Правоверное Произведение О войне в Афганистане И тоже Солдаты там Творят Бог знает что И самое интересное Что Они продолжают Творить Все то же самое Оказавшись в мирной жизни Это книга В общем о том Что опыт Афганской войны Опыт Чеченской войны Вот опыт Тех боевых братств Которые сложились В этих Во многом Несправедливых И очень жестоких Войнах Он был перенесен В мирную жизнь И он Управлял Россией Он сделал Россию Такой как мы ее знаем По крайней мере В 90-е годы А потом продлился И в 2000-е И переродившись Уже в другой форме И вот По этому фильму Снимают сериал Показывают его На канале России И что же делают Авторы сериала А не заканчивают действие В 99-м Хотя у Иванова Оно продолжается До До конца Нулевых годов Очень правильно Сформулирована Политическая повестка Потому что После 99-го Все резко Наладится Начинает расти Мы начинаем То есть Второго сезона Не будет Это тебе не игра Не игра Представок Нет-нет-нет Они весь сюжет Перенесли просто Во времени В 90-е У Иванова Это все продолжается До наших дней Там приходят Такие в общем Серые люди В штатском Которые всех этих Бывших афганцев И нынешних бандитов Начинают себе Подчинять И строить И навязывать им Свои серые Штатские законы А в сериале Просто ничего этого нет И все заканчивается В 99-м Ну Правильная Политическая повестка Все Логично А как это по телевизору Иначе показывать У нас С 99-го Только сплошной рост Вот смотрите Есть У нас Сопредельная страна И Там идут выборы Мы говорим Про Украину Вот Меня Интересует Этот кейс Не с точки зрения Политики А с точки зрения Как раз Художественного Произведения Вы Сериал Сами Слуга народа Не смотрели Ни одной серии Меня вот Что заинтересовало Что В данном случае Сериал Который выпущен За по сути дела Несколько лет До избирательной Компании Используется Как такой Трамплин И продолжение Избирательной Компании Вообще В истории Когда Реальная Политическая Или Неполитическая Компания Проводится По Книге Такое Вообще Бывало Никогда Не бывало Это абсолютно Новая Совершенно Удивительная Технология И сейчас Конечно Интереснее Всего Что имели Ввиду Создатели Этого сериала Когда они Его начинали Снимать Для чего Они понимали А не к чему Это приведет Ну То есть У меня Вот есть ощущение Что Вы ли у них В бизнес плане Записан Ну как бы После там Второго Или третьего Сезона Избирательная Компания Вот у меня Ощущение Что все-таки Сам сериал И являлся Осознанным Подходом К избирательной Компании Другое дело Что я не очень Тогда понимаю Почему противная Сторона Условно говоря Действующий Президент И другие Группировки Дали Возможность Вообще Выйти Этому сериалу И существовать Как классу Вот здесь же Существует Несколько Слоев Вот этой Технологии Одни Как мне кажется Это мое предположение Целенаправленно Шли к выборам Президента Почему другие Этому никак Не противодействовали Не шельмовали Ну традиционно Не запускали Черный пиар Там не Шельмовали Игрока Который там был Ну и как-то Вот такое дело Не делали Не напускали туда Как раз Критиков Там Телевизионных Или как раз Из области культуры Что ну это вообще О чем вы говорите Показываете какую-то ерунду Но это не сериал А мыль Мыльная опера Хуже рабыни Изауру Ну то есть Чтобы вот это Дискредитировать Нивелировать Потому что Другие шли к выборам Президента Совершенно с другой стороны Им не могло прийти в голову Что это Сторона Неправильная Или что Какой-то сериал Может с этим Конкурировать Потому что Когда ты ведешь Успешную войну Против Ну как успешную Ну Ведешь Многолетнюю войну Против Могущественного И враждебного соседа Когда ты строишь Всю свою политику На том что Вот есть Страна-агрессор А ты Страна-жертва Этой агрессии И все должны Исплотиться Вокруг Нынешней власти Когда ты Получаешь Томас И Создаешь Отдельную Церковь Отдельную От церкви Вот этого Враждебного Государства Когда ты проводишь Все эти манипуляции С украинским языком И украинизация И так далее И так далее Это мобилизационная Политика Воюющей страны Вот Это Ну В истории Всегда Очень здорово Работало Вообще Осажденная Крепость Это вообще идеальная технология Прямо идеальная И даже за полгода До выборов У тебя Когда война Уже вроде бы затихла Вдруг Корабли Страны-агрессора Совершают нападение На твои корабли Ты вводишь военное положение И вообще Все замечательно Какой сериал С этим может конкурировать Откуда этот сериал Вообще вылез Они конечно Проморгали Эту угрозу Которая находилась В какой-то Совершенно иной Плоскости Им казалось Что идет Ну Я так полагаю Что идет борьба Между Ну как бы Людьми Которые строят свой образ На резком противостоянии Агрессору Могущественному Соседу И на людьми Которые говорят О том Что ну вот Ну там Может быть Как-то вот Можно с ним договориться Что это борьба Некоторых идей Некоторых Подходов К разрешению Вот этой Кризисной проблемы Оказывается Это борьба Подхода К разрешению Кризиса Проблемы И сериал И в этой борьбе Сериал оказывается Сильнее Ну Может быть Это слабость Системы управления Которая на Украине Мне кажется Что вот например У нас В России Мы даже Намека бы не пропустили Представим себе Что у нас сейчас Вдруг случаются Абсолютно честные Демократические выборы Кого будет бояться Действующая власть Он будет бояться Навального Пытаться его как-то Ну там Отстранить От этих выборов А А Сори Они же честные Демократические Да Ну в общем Как-то одно Что-то познависит Да Она будет бояться Навального Или каких-то новых Более Вменяемых И таких Заряженных Коммунистов Или Или Националистов Или кого-то Да Наверное Она не будет бояться Семена Слепакова Потому что Семен Слепаков Просто поет Веселые песни Ну да Просто да Просто комик Да И он может пойти Пройти по бровке И вырваться в лидера Потому что просто Его никто не заметит Никто его не воспринимает Всерьез Клоун Как у нас До сих пор Говорят На ток-шоу Имея в виду Будущего президента Соседней страны Да Только правда Потом придется Как-то с этим клоуном Видимо договариваться Судя по всему И как-то менять Свою собственную Риторику И позицию Да Все эти слова Уже произнесены В случае если Ну вот тут Есть Мне кажется Публичные дебаты Могут перевесить Как раз Я не верю В это ни секунды Думаете все-таки Я не верю В это ни секунды В том что Там пошатнется Все на Больше чем на 5 процентов Ну отрыв Настолько гигантский Что Я не понимаю Что должно Произойти Ну то есть Вот Что утром Страна просыпается А фамилия Зеленского Нет в бюллетене Каким-то образом Вот тогда он Не выиграет А все остальное Работает на На его победу А допускайте Вы мыслишь Что Семен Слепаков Ну представим Прошел по бровке И вот уже Дошел до этого Финала Что Россияне Проголосуют За Семена Слепакова Да легко Ну например Я бы Ваню Ургант Лучше поставил Ну мне кажется Слепаков Более народная фигура Поэтому вот Я думаю что И Сергей Владимирович Шнуров Тоже не зря выступает В каких-то Не случайно В каких-то В Минкульте Комиссиях Да и комитетах Что он тоже Что-то такое Ну может быть Замышляет Ну может быть Не 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 трон Конечно Но вот Какое-то Какое-то Политическое участие Мне кажется Чем Семен Слепаков А почему Сергей Владимирович Как министр культуры Или министр образования Или просвещения Мне кажется Что в этом есть Что-то такое Проследительская миссия Стильно Стебно Молодежно Смотрите Как мы вообще Завершили этот час Какой у нас кастер Завершаем Мы его продолжаем Я напомню Что у нас В студии журналист Юрий Сопрыкин Вот продолжим Буквально через Несколько минут Потапенко Будет Ну что ж Мы обсуждаем Слегка Хотя сложно Сказать Сериальную Технологию Для выдвижения В кандидатов Президента И у нас Появился Такой кастинг Три человека Иван Ургант Сергей Шнуров И Семен Слепаков Выбирайте 903-7-9-7-6-3-3-3-3 За кого вы проголосовали Если бы он прошел По бровке По отношению К действующему президенту Почему нет Ну или хорошо Пусть это будет Не президентом А хотя бы Хотя бы во второй тур Хотя бы во второй тур И Минкульт Ну ведь соберут же Лужники втроем Правда И по одному соберут Как мне кажется Уже Я думаю что даже больше Некоторые собирали Это вспоминая дебаты Несостоявшиеся Президентские Пока что несостоявшиеся На Олимпийском стадионе В Киеве На который Зеленский Пригласил Порошенко Ну там Они же вроде 19-го должны быть Один пригласил На некую абстрактную дату Другой назначил Эту дату 14-го А один еще Из них Соответственно Скал что 19-го Приходите 19-го И интересно 19-го будут ли Реальные дебаты Потому что Мне кажется Что здесь Плавающая такая Все таки история Как вам кажется Да Они закопались В каких-то Крючкотворческих деталях Крючкотворческих Друг против друга То есть И Володя И Петр Порошенко Они мне кажется Начинают как раз-то Тактически Переиграться Между собой То есть Они Мне кажется Не готовы Именно Схлестнуться В реальных дебатах Тем более На стадионе Да Ну такая Достаточно Странный формат Да А что это Что это В итоге Будет такое Может статься Что и Сторонники Зеленского Будут Разочарованы Просто потому что Ну это какой-то Разговор в пустоту С Стотысячной Аудиторией Такого тоже Никогда не было Не было И По крайней мере То что Володя меня тревожит И тревожило С первого дня Это конечно Отсутствие Сколь-нибудь Внятной Экономической Программы И его Публичные Выступления Которые я Видел и Слышал даже В перепалке С Петром Порошенко Петр Порошенко С точки зрения Какого-то Такого Понятно Что он давно В управленческом Статусе Он его Мне кажется Переигрывает Он выглядит Гораздо солиднее Более Даже не то Чтобы солиднее Он выглядит Более Аргументированно И даже Если бы я не видел Картинки То есть Вот по речи Спокойное Взвешенное А Володя Очень все-таки Истерит Прямо В прямом Физическом Смысле Истерит Пытается Его спровоцировать Но Петр Отлично Держит удар В этом смысле То есть Я боюсь Что как раз Предположим Что стадион Был выбирал Что на стадионе Володя Может проиграть А в чем Этот проигрыш Будет Выражаться Что в его Потому что Много Как мне кажется Много Колеблющихся Я пишу Подкасты Как раз По Украине И как раз Колеблющиеся Могут Качнуться В сторону Что пусть Будет конечно Старый Вороватый Но вот Ну наш родной Я согласен С тем Что в каком-то Смысле Публичность Сейчас для Зеленского Становится врагом То в чем он силен То Начинает играть Против него Потому что В тот момент Когда нужно Переходить Уже к какому-то Там серьезному Разговору Он продолжает Немножко Как бы Участвовать В таком конкурсе Капитанов КВН Окей Это обсудим Чуть позже Потапенко Будет Итак Нас грубо Прервали Но тем не менее Давайте все-таки Закончим мысль Ведь ему После того Что Володе После того Как все-таки Если он станет президентом И на это Надеемся Ему придется Крайне Непросто Одно дело Управлять Пусть и маленьким Но гордым Коллексивом Скажем так Комедии И совершенно другое дело Управлять Страной На ваш взгляд Что ему может помочь И что ему может Наоборот Сыграть в минус Ну Помочь может То что У него в общем Сейчас развязаны руки Он Не Не связан Ну За исключением Всех Понятных связей Олигархического толка С никакими Политическими Элитами Ему не нужно Обязательно Назначить Министров Из числа Тех людей С которыми он сидел Там в Раде Или в правительстве Последние 20 лет И связан с ними Какими-то бизнес Интересами За ним Огромный Ну такой Поддерживающий Его кредит Ожиданий Что он все Сделает по-новому И Как бы Вырвется из этого Замкнутого круга Украинской политики Вот И он может Действительно Сыграть Ну как бы В какую-то Совершенно новую И может быть Очень удачную Игру Вот А мешает ему То что Может помешать Ему Только то что Это болото Его Мгновенно Засосет обратно Вот И он действительно В силу Просто своей Неопытности И непонимания Того Как Как эта политика Делается Он окажется Заложником Все тех же Нефти Газа Бизнес Интересов Которые Украиной Правят Все последние 25 лет Все тех же людей Которые Ну как бы Пытаются поделить Там те или иные Те или иные Потоки Вот Вернемся к вашему Любимому К полке Что мы Что мы читаем Все таки Что мы читаем Сегодня Как народ Да Что мы читаем Как народ Да Я должен сказать Что конечно Ну как бы Преклонение Авторитет Перед Русской классикой У нас По прежнему Огромный Даже если Мы ее не читаем Это наш Нотр-дам Да И Безусловно Это и есть Какой-то 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 Символ России Давайте скажем Скрепа Останется Не хочется Говорить Скрепа Оно Девалировано До Всех Последних Времен Это такое Вполне Солженицинское Слово Оно Оттуда Взялось Вот Литература Это действительно Какой-то Символический Капитал К которому Мы Может быть И не возвращаемся Но мы знаем Что он Где-то у нас В сейфе Лежит И в случае Чего Он нам Поможет И подскажет А что мы читаем На самом деле Сейчас Мы читаем Вот мы Мы как народ Мы читаем Ужасную Экликтичную Смесь всего Мы в этом смысле Абсолютно Свободная Европейская Страна Потому что Новый роман Прилепина Про то Как здорово Воевать на Донбассе Лежит рядом С романом Назови меня Своим именем Который По которому Был снят Известный Американский Фильм Вот О радостях Такого Ну как бы Однополой любви В подростковом возрасте Извините Очень нежная И проникновенная Книга Которая Разошлась В России Сейчас Огромным Тиражом Несмотря на Весь Минкульт И на все Скрепы Вот И в этом Книжном Супермаркете Сосуществует Одно и другое И это по моему Абсолютно нормально Мы живем Несмотря на все Вот эти Идеологические Завихрения В нормальной Европейской Стране А завихрения Я очень надеюсь Со временем Пройдут Молодежь Мало читает Условная молодежь Молодежь много читает Но не книг Да То что Молодежь много читает Мессенджеров Молодежь много читает Того что Лежит В интернете И не напечатано На бумаге Но при этом Мне кажется Что интерес И к литературе И ко всяким Гуманитарным знаниям К истории Философии Психологии Он сейчас Ну повыше чем в 90-е Наверное Это все перестало Восприниматься Как какая-то Пыльная Пыльная Вчерашка Есть Статистически Значимое количество Людей Которые этим Прям Увлечены Как делом Всей жизни У меня в гостях Был руководитель Проекта Полка Юрий Сопрыкин Читайте книги Доброе, светлое, вечное Это был Дмитрий Потапенко Завтра в 8 утра Я вас всех жду Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok